Люди не понимают, что их окружает, что за беда вокруг них. Они настолько тупее, что не могут даже разобраться в своей половой принадлежности. Что же говорить о том, чтобы определить под предметом какой-то моды природы они находятся? Они даже понятия не имеют о существовании трёх модов. Они находятся в таком дремучем невежестве, что не имеют ни вовершего понятия о собственной природе. Они думают, что моя природа – это играть в теннис. Они думают, что это предназначение. И они думают, а моё предназначение в том, чтобы бить не вино, а водку. И так, находясь в универстве, человек не имеет ни вовершего представления о реальности. Они не имеют представления о цели жизни. А цель заключается в том, чтобы избавиться от мирских телесных представлений о жизни. Они же, напротив, с решимостью углубляют телесный концепт в жизни. Они думают, что они становятся счастливы, поскольку у них не получается есть так много, как хотелось бы. Они думают, что будут в полном блаженстве, если смогут спать двадцать пять часов в сутки. Как же они будут счастливы, если у них будет возможность уступать в сексуальные отношения с кем угодно, когда угодно и где угодно? Они думают, что это и есть свобода. Они думают, что это и есть свобода. Они думают, что это и есть свобода. И что касается самозащиты, то единственное, что они себе могут в этом смысле позволить, это играть в публик-правные игры. Конечно же, люди тратят массу времени на самозащиту, в особенности на защиту своего ложного этапа. Но у них также есть огромные армии. Люди платят бешеные деньги за медицинскую страховку. за страховку в жизни. 20 locks on their door. Замки. А, а, замки. Они ставят массу замков на своих денег в домах. Все люди боятся. Они даже не знают своих соседей. Что же будет в том, чтобы доверять соседям? И, как правило, даже в больших городах, в каждой квартире живут собаки. Кто-то подошел в дверь, собака начинает гладить туда. Проваливай отсюда. Добро пожаловать. И так люди только занимаются едой, сном, сексом и оборудованием. Но ведь они даже не знают, как правильно делать эти четыре вещи. Поэтому они перебывают в мире и станут беспокойствием. Кришна говорит, что вожделение невозможно удовлетворить, ибо оно горит подобно пламени. Они даже понятия не имеют, что есть такой способ, есть спать, совокупляться и обороняться, который позволит им избавиться от этой похоти и вожделения. Поэтому они вступают во все эти виды деятельности так, что их вожделение, гнев и жадность усиливаются. Поэтому, как бы мы не говорили на каждом углу, что современная цивилизация движется вперед, но может идти к выводу, что она движется вперед и направлением к Аду. Прежние времена мужчина работал, а женщина осталась дома, заботилась о чаге, о детях. Она готовила, она прибиралась. В доме всегда была чистота и порядок, дети были довольны, муж был доволен, сама женщина тоже была довольна. Даже собаки дома были довольны. Но сегодня все на работе. Никто не может готовить. Дети бегают по желтям и думают, чем бы им заняться. Если, конечно, их не задали в убийствах какие-нибудь, по-моему. И бегают ищут наркоты. А женщины, да и мужчины тоже работают на каких-то ужасных предприятиях. Каждый год им приходится работать больше и получать все меньше. Ну, иногда им платят больше, но эти деньги обесцениваются. Они работают тяжело, но в результате получают фантик. Недавно совсем доллар стоил под 30 рублей. А на следующий день он подскочил до 60 и все ваши деньги без ценности. Поэтому сейчас вам нужно 10 часов пахать, чтобы получить фантик. Сегодня вы работаете 10 часов за эти фантик. Завтра будете работать 20 часов за те же деньги. И это называется прогрессом. Итак, все современное общество обрекает детей на ложные пути. Люди не имеют представления о том, что цель человеческой жизни в том, чтобы достичь Кришны. Поэтому они думают, что все принимают всю эту бешуру за что-то очень важное. Да, их дети наверняка принимают наркотики. И даже если они не принимают, они тем не менее ходят в школу, где их учат всякому вздору. При том, что жизнь произошла из материи. И все произошло из ничего. Все появилось из ничего. Цель жизни – это пахать в костел, шаг. И есть как боров. И спать как предведь. И заниматься сексом. Птицами. Голодный. Это значит, что ты продамил этого человека хорошего. Люди не знают, что все это ерунда. Они думают, что если у них есть айфон или еще какая-то. прикушка, то они достигли успеха в жизни. Они думают, вот мы развиваемся.